шаббат шалом присаживайтесь другая друзья вау слава богу вы рады что вы живы до сегодня помог нам господь и слава богу за это знаете я получил вчера sms от семья заринский которые петр лежал во первых реанимации он упал у него была гематома головного мозга там и сделали операцию он уже начал говорить эту когда я был у него он уже вообще ничего не говорил восстанавливается перевели его на стационар 5 5 палата в больнице на котовском поэтому если в нерах и руки если вы будете там захотите найти найдите посетите пожалуйста надеюсь я не будет время завтра я подъеду и посещу его также у нас есть нужды которые есть у тех людей которые приехали к нам из востока из луганска там есть семья это у нас татьяна сестры муж имеет проблему сердцем да ну здание когда и его зовут богдан давайте помолимся за него потому что у него то низкое давление то у него проблема с самим сердцем аритмии и доктора они знают как помочь потому что одни говорят нужно опираться нужно ставить специальный катетер такой чтобы помогал ритму сердца но я знаю что бог силен изменять все амэн давайте стали на наши ноги отец небесный мы благодарим господь за богдана ты сотворила по образу подобию своему и дал свою милость он здесь с нами господь он здесь у своих родственников и мы благодарны господь что есть надежда в тебе если надежда на тебя вопросе чтобы ты исцелил во имя шои из назарета попросим чтобы была мудрость как дальше сервис вести как что делать как господь себя держать в здоровье но господь надеешься на тебя не постадится во имя иисус из назарета исцели его амэн аллилуйя знаете давайте откроем вместе со мной мне будет два местописания основных которые я ставлю для нашего изучения это будет послание к евреям 12 глава 15 стих а делайте закладку на тему из танаха это будет талдот или там бытие 25 глава только сделайте себе маленькую такую закладку хорошо это очень важно все это видеть мой вопрос такой как бы будет удивительный но что является первого первопричинным корнем для происходящее нашей жизни что происходит нашей жизни почти почему у нас происходят некоторые ситуации и в чем первоначальный корень и прошлый раз когда мы я проповедовал это был день назад мы говорили такую тему как вершки и корешки кому понравилась эта тема вишки и корешки я так сам в этот раз зашел виши посмотрев мульти который там был семьдесят четвертом году был сделан мужики медведь знаете мне этот как бы так аж вдохновило и фактически буквально фактически фактически примерно где-то после собрания на второй день я начал писать уже тему который я сейчас хочу говорить вам это это тема которая прекрасна и знаете вот у меня в руках есть баночка как вы думаете чем это горчица но на украинском написано хрень не горчица и это самое и хрен это разные вещи что правильно но хотя и то и другое горькое горько другой руки у меня это японская тема имбирь да вот это бы такое тоже какое-то горькое я не смог найти корень хрена да но знаете понимаете понимаете к чему это найти вопрос такого первоначальных глупых наших решений что лежит в основе глупых решений первоначальной первопричины в чем корень финансовой нестабильности в чем корень и или же первоначальный корень наших несостоявшихся взаимоотношений которые мы имеем мы спрашиваем себя эти эти вопросы некоторые частные наши частые эмоциональные срывы которые у нас есть в чем корень чем первоначальной проблемой является срывы в чем не контролирует гнев которая происходит ну гневаться писание говорит не гневайтесь да или когда вы гневаетесь пускай солнце не ходит то есть есть не контролируем гнев который некоторых людей рвет башню и вопрос существует в том что является первопричинным корнем для этой проблемы корень проблем о том чему договорить я я думаю лично что это является корнем всех всех наших проблем о том что буду говорить я думаю я думаю это мое личное мнение что это будет корень всему согрешающему корень всех корней и если вы поймете эту тему я думаю что у нас получится разговор потому что что я сделал я специально полез в векопедию посмотреть вообще что это за продукт что-то за продукт который мы используем на все наши праздники на новый год на песок горький корень да но знаете подтолкнула на меня меня на эту тему одна одна очень старая история эта история удивительно потому что много лет назад один из наших сотрудников который работал в мгби и был в долгой поездке он был хорошим сотрудником и хорошим служителем более того был лишь один проблемный момент у него был скверный характер после длительной такой поездки он мне по меня позвал в офисе сказал лучше посмотреть что мне пишут потому что у него задача была работа с пастерами служителями и в работе это был очень важный момент работы с людьми и я не помню все переписки честно не помню все переписки но если я что-то скажу не так то ну только не снег набить и меня и вот он пишет там послание гнева такого одну разочарование нашим служители хотя он хороший служитель был и так есть моменты которые каждого человека с характером но вот что написал говорил ты хреновый командир ты хреновый учитель и добавил книзу имею ввиду евреям 12 глава 15 стих я был шоке конечно я был в шоке потому что для меня слово вот хреновый дата или там какое-то слово так будто ругаться ну да вот ну потому что она как звучит чисто по-русски так вот знаете вот прямо и чтобы не делать каких-то таких глубоких извинений да я специально залез в векопедию и посмотрел написано хрен обычный латинская арморация или арморация небольшой род многолетних травянистых растений семена семейство капусты где-то следите в капусте и дальше идет пояснение слово хреновый то что мы привыкли чем как бы так это само но то еще раз я говорю за еврикопедию написано предпричать принадлежность к хрену то есть хрен плохого запаха свойство которое имеется хрен то есть хреновый свойство хрена хреновый корень хреновый запах простонародие то вульгарщина крайне плохой или скверной плохой ли скверной и поэтому как бы когда мы я начал начинаю читать это местописание который оравша у говорит ли лука еще неизвестно кто написал об этом что там написано чтобы никакой горький корень у вас не прошел как бы не вырос и не дал своих что плодов горький корень это не только корень непрощения и горечи но это корень всех причин другая услышите пожалуйста горький корень который прорастает в сердце человека это первоначальный первопричинный грех всех причин плодом горького корня может быть различные плоды но корень есть корень он горький вот эта история которая случилась нашим служителям она на самом деле потолкнула меня думать о том что люди все таки смотрят на горький корень как нечто что можно либо унизить либо можно сказать как бы так ну направить в нужное манипуляционное русло плодом этого корня может быть пристрастие зависимости порно гора по порнография сексуальная мерзость аморальность дурное поведение непрощение неконтролируемый гнев ненависть зависть жадность все эти грехи которые сегодня я бы даже больше и они есть корнем или первоначальным корнем это из всех проблем является корень горький евреем 12 глава 14 стих старайтесь иметь мир со всеми и святость призвание идет к посланию евреем говорит старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой невозможно угодить богу или господу наблюдайте чтобы кто не лишился благодати божией чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не сквернились многие чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца который бы как и сав за одну с ней отказался от своего первородства ибо вы знаете что после того он желая наследовать богословение был от отвержен не мог перевинить мысли отца хотяз и просил и о том со слезами мы еще вернемся к этой истории с савом потому что касается конкретно этого горького корня который произошел и послание к евреям упоминает и сова потому что что-то произошло в этой истории что напоминанием служит нам для сегодняшнего времени в чем опасность горького корня первое горький корень всегда производит обольщение обман горький корень он приносит или производит обольщение обольщение это не ложь обольщение это некая правда и преподаваемо в искаженном виде либо часть правды и часть полной ложи поэтому обольщение отличается от лжи очень сильно скажу только четко что это корень наших проблем второе кориффинам 11 глава таки стих но боюсь чтобы как змей хитростью своей прелестил его таки наши умы не повредились уклонившись от простоты в мессии вдруг хравша ул берет послание свое и возвращает нас то первоначальное состояние когда все началось и говорит смотрите я боюсь чтобы как змей хитростью своей прелестил его так и наши умы не прелестились склонившись отклонившись у от простоты во христе в мессии а давайте все-таки посмотрим что произошло тогда для нас очень просто мы понимаем что бог сотворил небо и землю все что наполняло ее сотворил человека по происшествию времени видит что человеку или адаму было плохо и сотворяет из часть его тела ему помощницу то же время дьявол написано чтобы хитрее всех зверей и зверей или полевых тварей или пресмыкающих вся он подойдя к еве говорит а правду ли сказал бог и истину ли сказал господь еще раз что такое обольщение говорить истину в искаженном виде этот момент очень интересный потому что именно барашид бытие 3 глава 4 стих говорит так сказал змей жене преданной смерти не будете потому что ева говорит мы все можем кушать от всех деревьев можем кушать но от центра которая в саду в центре есть деревья которые нельзя кушать потому что день который мы вкусе мы умрем и он говорит подожди секунду что скажу что то что изменит твою жизнь а вы не умрете и дальше но знает бог что в день когда вы станете есть от него откроются ваши глаза и будете вы как боги ведущий добро и зло мы гра читаем это вот кажется вот вроде бы правильно но в чем суть в чем суть разговора падшего ангела с евой хава смотрите 5 стих говорит такие вещи где говорится истина бог знает знает ли бог все что происходит на земле разве бог не знает конечно же бог знает все что происходит еще нет мысли именно в сердце твоем да пусть и приходит к этому из бога и совершенстве он знает слово которое у тебя есть уже в разуме твоем сердце он совершенству и узнает ведь это правда что бог знает второе то написано что в тот день когда вы станете есть его разве это не правда в тот день когда вы будете кушать в вы откроется ваши глаза правда потому что сам бог говорит в тот день когда ты вкусишь откроет или ты умрешь открылись ли глаза откроются ваши глаза открылись ли глаза от Адама и Евы открылись открылись на то на что наверное бог бы не хотел чтобы не открывали глаза это правда вы знаете открылись они глаза они устыдились открылись глаза на зло и свое ничтожество которое у них произошло они стали скрываться от лико божьего они стали скрываться от лика божьего открылись глаза это же тоже правда и дальше следующее будет как боги очень часто говорят вот что прелестила Адама и Евы вы будете как боги правда мы так мыслим но в сущности они были как боги потому что написано что сотворил бог человека по образу и подобию своему разве это не правда что они были созданы по образу подобию божьему значит они они отлицетворяли божьи творения они были это было бы истина и дальше больше вам скажу и здесь писание говорит о том что эфесянам 3 глава 1 глава 3 стих благословен бог и отец господа нашего еще миссии благословящий вас во всем то есть веселимся всяким духовным благословением в небесах нас верующих касается то что бог именно даровал нам с ним все что дьявол пытался сказать это то что бог скрывает некую тайну от тебя бог ухитряется что-то скрыть от тебя истину значит ему нельзя доверять вы знаете когда я думаю об этом мне это шокирует потому что самом деле большинство из нас мы думаем что бог что-то таит но писание четко говорит что он с ним даровал нам все о все но всему свое время и ведь следующий и он говорит такие слова которые тоже может быть мы знаем но никогда не думали об этом вы будете как боги ведущий добро и зло вот как мы тогда мы говорим о вот это самое главное они будут знать добро и будут знать зло это вот прельстила их до вопрос наш бог он бог злой или добрый написано он бог благо и благотворит и злым и добрым то есть встреча с тем богом который добрый бог было у них каждый день знали они того бога который доброты и милости они знали и это правда правда того чтобы у них они будут один ну ведущий добро но вот здесь вот что заключается следующий маленькая ложь которая стала обольщением вы узнаете что такое зло хотел ли бог чтобы люди знали зло нет бог не хотел и вот этот момент что тот бог который сотворил все и вся он что-то скрывает от тебя а если он что-то скрывать от тебя значит ты не достойны того что тебе открыть и и вдруг захотелось вкусить то что скрывает бог от нас это прельстила что за этим стоит затем обольщением за этим обманом дьявол говорит его бог не совсем вам открылся и не делает все открыто у него есть тайна и этой тайной он не хочет собой делиться он не хочет выделиться может это прозвучить странным но моё предположение в том что за первое 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 первородным грехом за который был свергнут люцифер стояла не гордость как мы и любим говорить это вас где говорится ты возвысился был весь высокой ты был свергнут но всякой гордости предшествует огорчение горечь что-то что бог скрывает от тебя как много из нас огорчались когда мы не получали того что мы хотели просто по-человечески когда кто-то таит чего-то от нас как сильно нас от обижает им мы огорчаемся в этом направлении и вот эта тайна которая мы говорим что бог от нас это укрывает и мешает нам дить и действовать правильно и от первоначальной вот это основа при основании так как горький корень является а ты обидой или же горьким состоянием относительно того что бог к богу что он что-то не додал что-то не доделал что-то скрывает что-то не открыл для нас что-то еще не сделал для нас в это состояние и мешает нам дальше двигаться в боге я хочу просто прямо так сказать корень всех проблем греха является горьким корнем который проявляется относительно бога у каждого из нас это было друзья горький корень относительно к богу и эту проблему заложил в нас сатан он этим подкупил и взял от его его и адама он этим сделал вызов чтобы богу не доверять когда человек впадает в моральные грехи он попадает в обольщение в этом мире ему предоставляется то что ему было недоступно это обольщение влечет его люди которые попадают в моральные обольщение в моральный упадок они говорят у людей других есть а почему у меня его нету и не может быть горечь которая толкает человека на обман обольщение все это базируется на почве огорчение на бога простыми словами я этого хотел ты мне его не дал второй горький корень всегда скверняет горький корень всегда имеет себе чувство осквернением евреи евреем 20 глав 15 стих наблюдать и чтобы кто не лишился благодати божией чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие лука пишет здесь несколько нет не лишились не причинил не сквернились знаете как чтобы не произошло это верующие люди впадают в две крайности первое называется религиозность такая знаете и законничество это первое чтобы ничего не сделать и то что говорил кирилл него не вари козленка в блоке матери его так далее начать чтобы не получилось мы ставим запрет этому сему третьему десятому и мы загоняемся в религиозные ставни которые мы говорим все я теперь хочу угодить богу и таким образом я уголь буду угождать и это поможет мне устоять другая крайность есть изгое выражение однажды спасен спасен во веки до такой люди говорят вкусив однажды благого такого благословения люди потом как кидаются в другую крайность они потом уходят в мир и впускается во все тяжкие грехи этого мира и это делает горький корень вот это делает кофе корень на стих 14 говорит так старайтесь иметь мир со всеми людьми со всеми и святость без которой не увидят бога и вот снова увидеть не знать что вот мы просто увидели бога а здесь означает увидеть воочию встречу как бы для себя увидеть то есть вы откроется лицом к лицу святость должна быть у каждого человека в евангелиях есть призвание евангелие евангелие царства я часто слышу что есть евангелие какого-то преуспевания либо есть евангелие которая боговит чтобы не призваны быть богатым и должны быть бедными вы знаете нет евангелия не богатого не бедного есть евангелие царства евангелие спасения и для нас мы должны быть успешны во всем что помогать друг другу можно так заметить что в стихе 15 говорится что этот горький корень может возникнуть при любых обстоятельствах вы заметьте что там не говорится что он может он происходит он происходит в любых обстоятельств но в наших отношениях именно что именно в наших обстоятельствах которых мы видим что он проявляется мы можем позволить ему прорасти и лишиться благодати противостояния против греха либо наоборот остановить это чтобы не оскверниться осквернение это состояние нечистоты то есть там слово не осквернение звучит как как испачканная бумага например да использована например капля краски или чернила вот чтобы не оскверниться слова осквернение это пачкать пятна морать грязь оскверниться утром употребляется в случае запачкивания краской или чернилами как часто грех который в нашей жизни происходит он пачкает нашу идентичность в мессии вы переживали это когда ты них ну не хотел даже произошло это ты чувствуешь что ты идешь папа по улице и тебе тебя все все понимают что ты грешник ты встречаешься с людьми и ты чувствуешь что этот грех он не дает тебе общению с людьми вот на самом деле это греховное состояние начале мы говорили о том что именно вернемся к истории исава я хотел бы чтобы мы открыли толдот это двадцать пятая глава быть бытия и сварил иаков кушанье а исав пришел с поля из написано усталой заметьте подчеркните у себя там в библиях что он пришел с поля усталой и сказал исав якова дай мне поесть красного красного вот этого ибо я устал от сего дано ему прозвище эдом то есть красный но яков сказал продай мне теперь же свое первородство следующая фраза следующая фраза исав сказал вот я умираю ты устал их ты умираешь ты определись исав говорит я вот умираю что мне от этого первородство яков сказал ему поклянись мне теперь же в иврите там как как этот день то есть в танахе как этот день другими словами чтобы это было чисто это было прозрачно наши договоры клятвы не были ну открыты и все это было чисто видно то есть такого рода клятва была что что ты отдаешь это как бы первородство клянись теперь же он поклялся ему и продал первородство свое якову и дал яков исаву хлебом и кушанье из чечевицы и он ел и пил встал и пошел пренебрег исав первородством помните мы говорили о том что послание к евреям он говорит напоминает о том что что сделал исав вот связывает корень горький корень и с тем поведением который сделал исав то что он отверг свое первородство вы сказать об умном и здесь ничего не видим фактически мы не видим огорчение мы не видим в этих в этих словах братья какого-то огорчения как будто договорились но хочу сказать вам что вот здесь заложен корень огорчения корень горечи заметим сходство давайте заметим сходство помните мы говорили об еве которая взяла плод и дала своему мужу и он что яков берет чечевицу и дает исаву и тот что может может быть это такое сходство может быть ну как бы неприличное но что-то происходит в этом он ел и мало того он говорит я умираю я умираю что мне до этого что другими словами я хочу я хочу кушать и в самом деле он не умирал он просто хотел сильно сильно кушать и пренебрежение первородством стало причиной другими словами извините такой момент как очень часто мы ради пяти минут удовольствия или наслаждения мы можем продать свое первородство свое отношение с богом его присутствие пять минут какого-то ну знаете удовольствия мы теряем все то что как бы называется все inclusive да вот так вот все включено с ним с Вишуа Месси он дает все и вдруг на пути к этому великому богатству который у нас есть в Вишуа Месси который мы еще может быть не пережили нам встречается искушение вот это искушение которое там описывается описывается сильное внутреннее желание я хочу сейчас я хочу сейчас я хочу сейчас мы пренебрегаем первородством это очень вещь интересная вот не хочу много говорить там знаете Исаф почему-то обращается обращается к этому моменту вот отлечься от первородства потому что он не видел что это первородство ему может дать он видел другое он видел то что он был недолюбленной мамой вы знаете да что он был так какой-то Яков больше был любимой мамой кто не согласен со мной мама почему-то любила Якова больше и почему-то пища Якова была лучше за услышите мне пожалуйста внимательно Бог дает ему первородство а за первородством он не видит что с этим идет все остальное все наследство которое имеет отец для него и вдруг он начинает замечать себе что я не так же любим как Яков я не настолько может быть красив как Яков я не совсем может быть умею состряпать кушать как Яков и вопрос почему что Бог от меня скрывает почему я не удался да я первородный да у меня все есть но что-то у меня нету и горечь заставляет его идти на преступление говорит что мне от этого первородства я бы хотел зачитать дальше что происходило бытие двадцать седьмая глава двадцать шестого по бытие двадцать восьмая глава девятый стих там много читать почитайте дома уникальная история уникальная история но в этом момент когда Исаак был слеп я перескажу немножко он понимал что скоро он отойдет вечность и он захотел благословить своего первенца он даже не имел ввиду им предоставлять Иакова он посылает сделай мне пищи то что я люблю я понимаю что Иаков был может быть такой шмазал себе знаете там туда-сюда как бы но мама ему сказала слушай ты уже имеешь первородство тебе нужно еще один пакет с этим называется отцовское благословение и Иаков идет ты кто я Исав ой да руки Исава а голос голос Якова и он благословляет в тот момент когда он благословляет его приходит Исав и видит что он уже не только лишился первородство он лишается и всех благословений и написано что Исак он аж он возмутился он испугался как слепой человек может испугаться видя или как эту позицию Исава сына своего первородного что написано там как бы я не помню точно там слова но и в еврите оно говорит о том что как бы толкование что он вдруг увидел под ногами Исава отверстый ад отверстый ад и поэтому он испугался и тот умолял вытажите нету еще благословения нету но что интересно 27 27 глава 41 стих и возненавидел Исав Иакова за богословение которое богословил его отец и сказал Исав в сердце своем приближается дни плача по отце моем и я убью Иакова брата моего мы это слышали это дети Адама и Евы он захотел он ненавидел чтобы божье благоволение было на Авеле и замыслил в сердце своем убийство но не об этом я не говорю о ненависти о том что Исак стал относиться к Иакову иначе после как Иаков со своей матерью смог взять первородство и богословение между прочим ссылается на то что он Иакова тогда было 70 лет чтобы так те кто у нас в гостях не думайте что это был мальчик которому 18-12 лет он был послушный папа да что-то не был папа муж но смотрите 28 28 глава 1 стих призвал Ицак Иакова и благословил его и заповедовал ему и сказал не бери себе жен из дочерей ханаанских встань пойди мы с апотами в дом в Афануила отца матери твоей возьми себе жену оттуда из дочерей лавана брата матери твоей он говорит послушай есть что-то особенно пойди к нашим к нам к нашим родственникам пойди потому что мы их знаем 6 стих и сам увидел что Ицак благословил Иакова и благословляя послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедовал ему сказал не бери жены из дочерей ханаанских и что Иакова послушался отца своего и матери своей пошел в Афануиле и в 70 лет или там пускай будет 40 лет или 50 лет только бы ему не было он был послушным своим родителям и якобы послушным был сыном и это было благословением для него смотрите что делает брат его послушайте мы говорим об горьком корне увидев Исав что дочери ханаанские неугодны Ицаху отца его и пошел Исав измаилу взял себе жену махалаву дочь измаила сына авраамова сестру нафараин афану сверх других жен своих они были близнецами помните у одного были жены уже в это время а тот парень мальчик слушался маму с папой он на зло отцу он видит что отец говорит не делая этого очень часто когда верующие люди приходят богу они обновляются своей жизни вдруг они видят что кому-то бог более благоволит чем к ним видят это нескрытно что-то они хотят но не получают у них происходит горький корень почему у меня этого нет который развивается в тему который называется ах так ах так как служить как пасы говорю не делайте ну не стоит это делать это бог этого не благоволит и люди нас имея горький корень делают все наоборот замечали ли вы это богат не делай а угры почему ну не нужно флиртовать этим миром не нужно дружить с этим метром не нужно тебе это девушка потому что у меня там богатые родители или потому что это крутая или мальчик который они есть mercedes или bmw и так далее но не стоит не нужно тебе это дело потому что у бога есть другой для тебя план а почему этот план еще не состоялся почему его еще нету а если так то я сделаю наоборот что мне может помешать крайность и впускается во все вооборот и сов поэтому говорит что злой этот горький корень который был и сове он сделал видя что отец ему не нравится отцу эти эти женщины и богат не нужно и совы а я сделаю а я сделаю люди с горьким корнем всегда будут делать то что не нравится другим всегда будут делать то что наоборот но я хочу вам сказать забудьте личности людей вся проблема не в людях чтобы им за подлога говорится да в пику вот так против тебя корень обида на бога горький корень относительно божьего призвания божьей милости божьего благоволения божьих откровений божьего богословения он говорит если не сейчас то когда почему не я знаете руфь которая потеряла своих сыновей своего мужа обращается к своим невестам говорит не называйте меня не аминью это послание к руфе извините не аминь кто потеряла она обращается и говорит не называйте меня не аминью называйте меня марой что значит горькая содержитель послал мне великую горесть секунду не было откровения идти на горы морицкие туда вообще был запрет ходить по сути а потеряла все и говорит бог допустил склонность всегда винить всевышнего в то что происходит сегодня нас на украине часто люди говорят а если бы бог хотел бы он бы все изменил если бы богу так было угодно но нет не допустил чтоб я так сильно упал но если ему не нужен пускай изменить мою жизнь если ему нужна такая хорошая украина то пускай займется востоком с югом и так далее проблема то не в людях а проблема нашей горесть в том что мы ожидали не получили и что мы хотим не получаем и мы обиду имеем на бога причем здесь бог что происходит вокруг он же всемогущий слово всемогущий не означает что он может делать все что захочет у него есть рамки праведности из-за рамки праведности он не пойдет это его закон всемогущий означает что он нам дал этот выбор самоопределение он дал нам волю человеку дал волю мы не роботы мы не как бы сказать он не заставляет на что мы так вот дел делали он предлагает нас еще написание но он дал наш нам воля изволение тебе и мне воля изволение я вам скажу этим воля изволением мы довели мир до такого состояния что мы сегодня ужасаемся что происходит в мире наша воля изволение человеческая воля изволение изволение и мы видим это начало когда сатан говорит подожди что-то бог от тебя скрывает он да это обольщение он тебя скрывает что ты по узнаешь зло будьте как боги бог знал что есть добро и что зло но сторону зла он не хотел открывать человеку и сегодня не хочет нет желания бога видеть чтобы мы видели эту сторону зла потому что нам самим страшно то что мы избираем мы избираем я и ты мы избираем это наше право от бога дано поэтому всемогущий потому что он нам дал воля изволения а как насчет и сава и якова я вам читать одну мысль я не знаю как она звучит для вас но я верю что может что-то изменить что если вы видите глазами и сава что кто-то сделал вам зло а бог его благословляет не поняли вот так мы иногда тоже в глазах и сава то что сделал и яков это было зло хотя написал хитростью там не только хитрость там умением он взял это первородство как реагировать на то что то кто тебе сделал больно и зло ты видишь что бог его благословляет мы говорим о корне горьком корне это корень проблем которые мы потом грехов которые появляются как бог может благословлять тех кто сделал нам больно так же как бог благословляет тебя когда ты делал другому больно бог благоволит праведным и злым мы иногда не способны что-то сделать правильно я знаю что я затягиваю эту тему но я верю что она важна и очень важно для нас перестаньте говорить почему 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 и что происходит со мной перестаньте перекладывать вину происшествия на бога и противиться тому что бог хочет тебя открыть услышите меня правильно горький корень всегда имеет свое начало по отношению к богу а плод производимый им очень разной и мое обращение сегодня не к некоторым людям ко всем нам каждому из нас я уверен что многие из нас имеют или пережили этот горький корень и нам им нужно его избавиться горький корень третье всегда унижает человека причиной депрессионного состояния многих людей это чувство унижения личного достоинства ведь то что чем ты обладал или то что ты хотел сделать и но не совершилось как ты хотел она унижает тебя нет ответа от бога и ты думаешь ну кто я такой хотя он выбирать но кто надо не достоин это депрессионное состояние следует за человеком горький корень играет немалую роль в человеческой депрессии потому что всегда смотрится кто виноват а если бог хотел то мы изменил и мы видим бога в нашем состоянии наших неудачах не сбывших ожиданиях послание к евреям для соглас 16 стигмить чтобы не было между вами никакого блудника ни один частица который был бы как и сам за одну снять отказался от своего первородства ибо вы знаете что после того он желая последовать наследовать благословение был отвержен хотя мы читаем что здесь слово такое звучит как нечестивец не было нечестивца понятно что это что-то такое мерзкое но на самом деле нечестивец который был бы как и сам в чем нечесть нечестие и сама было в чем нечестие и сам хотел всего лишь кушать удовлетворить свое желание нечестие в том что мы оставляем все что бог нам приготовил даже если мы еще не пережили это и довольствуемся мелочью пятиминутными удовольствиями пятиминутным быстрым заработком кинуть какого-то нечестно грубо а может быть порнография может быть еще что-то пять минут или три минуты лишает нас богословения у бога всегда были правила для человека и это правило записаны в тонах и в библии только сегодня говорил кирилл а двадцать восьмой главе второзаконие геволт да проклятие благословения знаете для меня эти две горы очень просты у тебя есть выбор да так тогда а если нет то нет благословение проклятия но услышите следующее двадцать девятой главе моисей делает такую на тип линию которую мы не замечаем что написано мы привыкли вот благословение проклятия выбирай а вот двадцать девятой главе он делает что-то нечто смотрите восемнадцатый стих да не будет между вами мужчины или женщины или рода или колена который сердце уклониться бы ныне от господа бога нашего нормально чтобы ходить служить богам тем народов да не будет между вами корня алло это относительно проклятие благословения корня произрастающий яд и полы того человека который услышал слова проклятия если его похвалится по сердцу говоря я буду счастлив несмотря на то что буду ходить по призыву сердца своего как часто мы это видим мы видим такие благословения проклятия здесь он четко говорит чтобы не было этого горького корня той обиды первой первоначального состояния греха который может развиться и принести другие все плоды но первоначальная обида на бога является грехом тем горечь и послание евреям 2 главы это свой напоминание о том что сказал маше чтобы не было этого полы является горьким горькой травой помните до мире наеме говорит о том что не называйте мне наеме а назвать имя горькой маше посох или там взял древо и бросил но у древа есть корни и мы говорили просто что корень иисеев царь давид но от давида произойдет корень еще над миссия и он исцелит и только исцеление может прийти с иисусом свежего миссии твоя коричь может быть изменена в благословении и это реальность откровение иоанна 8 глава 10 стих 3 ангел вострубил и упала с неба большая звезда горящая подобно светильник упала на третью часть рек и на источники вот имя сей звезде полыни 3 часть вот сделалась полынью и многие из людей умерли от вот потому что они стали горькими а можно сказать разные откровения но что я вижу исайя 15 глава 12 стих как пал ты с неба деница сын зари разбился на землю тот первый грех обида на того кто скрывает что-то от тебя корич корень всех проблем которые у нас есть на земле извините так прямо и скажу полынь природно медицинская была открыта как бы как как медицина в 20 начале 20 века видя его свойства люди начали делать всевозможные медицинские приправы и одну из них отделан напиток известны всему миру под названием абсент на основании полыни делали абсент кто знает что такое абсент о молодцы молодцы услышьте через время видя проблему абсента его запретили поэтому абсент есть такое выражение вне цены абсентизм повреждение головного мозга последствия злоупотребление абсента фактически форма хронического алкоголизма поскольку трава полынь того было опьяняющим горьким средством его запретили использовать вот в этом рецепте полынь горечь она утупляет человека делает его жестким ненавистным бог говорит чтоб не было этой горечи я еще приведу несколько писаний вместо вы меня простите что так долго но хочу чтобы отель помолиться за вас и ремень 915 почему таковы господь саваоф а то сильно бога из израиля бог израиля вот я накормлю их этот народ полынью напою их водою желчью горькая вода и мессианское пророчество здесь несколько есть 68 псалом 22 стих да и дам ли ему пищу желчь и в жажде моей напоили меня уксусом матфея 27 34 и дали ему пить уксус смешанный желчью и отведав он не хотел пить в другом переводе он выплюнул все если мы понимаем то что и шо был искушен во всем кроме греха то вы должны понять и этот акт что он сделал он был искушаем этим грехом горечью горечью йог проклинали били распинали он был искушаем той же часть как вы и я но он сделал выбор вкусив он выплюнул все что хочу сегодня вам сказать то что все мы вкусили ли вкусе в горечь нашей жизни абсолютно все и и вопрос стоит в том захотим ли мы глотнуть его и сказать будь как будет или выплюнем по примеру нашего спасителя прощение способно удалить горечь и если те люди которые обидели вас не просят прощения за нанесенную рану как иаков и саву и при том вы видите что бог их благословляет все же сделайте то что сделал и шоу а и прости их ибо они не знают что делают и 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